Добрый день дорогие друзья, компания Директ Медиа и образовательный квартал Директ Академия. Я Юрий Николаевич Белоножкин. Приветствую вас в очередном вебинаре, который вы видите на экране. 7 платформ для проведения вебинаров про и контрат. За и против. Мы не будем рассматривать все, а только лишь те, которые представлены сейчас на титульном листе этой презентации, которую вы можете скачать для себя. Здесь представлены Мирополис, в котором мы сейчас с вами работаем. Это платформа Мирополис. Следующий это и туториум. Следующий IPTV это целый блок. Тут несколько программ, платформ для IP телевизионного вещания или интернет телевидения. А также платформа Webinar.ru, DreamStudy и Виртуальная Академия. Я прекрасно понимаю, что не все из вас присутствующих применяют вебинарные платформы, хотя многие уже принимали участие в разных вебинарах, в том числе и в наших. Это очень хорошо. От помощника что-то пишет, что презентация не заканчена. Спасибо, Татьяна Викторовна. Видите, у нас такая вот оперативная связь. Я поставлю галочку и значит эту презентацию, как и все вот эти фильмы, вы сможете скачать себе, если вам это интересно. Спасибо, Татьяна Викторовна. Продолжайте писать. Добрый день, никто опоздал. Появилось. Итак, вот эти вебинарные платформы, они имеют свои плюсы и минусы, как для организаторов, так и для вас, для пользователей, которые в них участвуют. Буквально 15 минут назад закончился потрясающий вебинар в одном нашем онлайн-курсе с одним нашим онлайн-автором, который в три раза моложе, чем я, Павел Сесоев из Москвы. Мы закончили удивительное общение, не просто обучение, но и общение в онлайн. И не могли расстаться, настолько нам не хотелось расставаться, ну, как будто бы вот за одним дружеским столом сидели. Но прежде чем мы будем рассматривать с вами качество, давайте поделимся структурой этой оценки качества, дорогие коллеги. Вот сейчас на слайде вы видите мое понимание, как нужно оценивать качество вебинарной платформы. Таких критериев нигде нет. Недавно в нашей группе профессионала дистанционного обучения появилась публикация одной интересной коллеги, которая придумала 25 критериев оценки качества платформы. Я посмотрел, мне понравилось, но когда я ей задал вопрос, а что же лучше, она говорит, а я не знаю, пусть как-то решается. Ну, такая вот оригинальная позиция. Да, у каждого свой идеал. Нет единого идеала на всех. Но в принципе оценки должны быть, несмотря на то, что у нас у каждого есть предпочтение. Итак, я хочу вам задать вопросы, уже в нашей традиционной манере я буду вам задавать вопросы, а вы будете соглашаться или не соглашаться с тем, что я вам предлагаю. То есть я не диктатор. Мы вместе решаем наши задачи. На первом месте, вот и побольше вот эта фигура визуально, в любой работе, в том числе с применением онлайн таких вот взаимодействий, вебинаров, на первом месте стоит цель. И только на втором месте, каковы функции, какая там кнопочка, какие там возможности и цена, это все вторично. Главное, это цель. Достигаем мы нашей цели или нет? Правда, что мы понимаем под этой целью, возникает тоже масса вопросов. Ну, если это научная конференция, вот как я вчера выступал, то цель это то, что мы сейчас с вами и обсудим. А уже все остальное вторично. Так вот, вопросы, вы согласны, что рассматривая вебинар, его качество или вебинарную платформу, что одно и то же, мы на первом месте должны ставить цель, а уже потом цену или функцию. Если вы согласны с этим, давайте проголосуем. Вот первый ответ уже поступил. То ли плюсик, то ли да, то ли нет. Вот мне интересно посмотреть ваше мнение. Вот пока вот никто не против, никто не против, все соглашаются. Ага, Игорь Владимирович считает, Игорь Владимирович тоже вице-президент нашей общественной организации, говорит, нет, инженер, я экономист, гуманитарий, он технолог. Хорошо, нет. Значит, если цель достигается, какова логика, еще раз, то нам цена уже не важна. Мы готовы заплатить любую цену, если наша цель достигается. Это я уже отвечаю коллеге, другу, своему френду. Если функций для достижения цели достаточно, то я согласен с этими функциями. Пусть они не идеальны, но моя цель достигается. Игорь, спасибо за то, что ответил, и спасибо всем, кто еще ответил. Мы к цели еще вернемся, а теперь посмотрим, о чем мы будем сегодня говорить. У нас с вами следующим интерактивом будет вот такой опрос. Не знаю, видите. Вы, наверное, вопросы, наверное, не видите. Татьяна Викторовна. Пункты опроса видны? Цель оправдывает все. А, нет, не видны. Спасибо. Значит, я запущу его чуть позже, где будете вы предлагать, что является идеальной платформой. Но цель оправдывает все. Валерий Иванович, ну, для победы ничего не жалко, наверное. Хотя, я соглашусь, вот я сам бывший военный, раз уже сказал про военную. Вот Суворов провел 100 сражений и ни одного поражения. У него была цель, и у него все результаты были блестящие. И цена этой победы была достойная. С минимальными потерями. Вот это победа. Вот такая цель. Мне нравится. Если же на эту цель тратятся миллиарды, а эффект маленький, победа незначительная. Это не победа. Я бы так ответил, Валерий Иванович, на ваш вопрос. Цель должна быть адекватной затратой. Вот так вот я, наверное, скажу. Адекватной. Но, если эта цель требует затрат, мы достигаем этой цели, мы всегда идем на определенные траты. На определенные. Бесплатно ничего не бывает. Мы или временем, или нервами, или деньгами, или всем сразу платим. Вот сейчас я показываю пример того моего эмоционального отношения. Когда в этой же платформе Мирополис сначала звук был отличный. Аудитория была отличная. Тепленькие. Меня хотели слушать. Они знали, они хотели, интересовались. Но вот такая вот ужасная история. Звук стал после обида плохим. Пропадать стал. Эхо было ужасное. И вот это вот на мое настроение и настроение остальных тоже, я их не видел, они далеко были, на севере. Я их не видел, но это было ужасно. Вот для чего мы их собрали. Чтобы наши труды, наши мероприятия, цель во имя чего, Рината Рауховна? Вот в данном случае, ради чего? Я потратил время, я подготовился, проверил связь, я тратил время. У меня была цель донести мой доклад, получить отзыв от обратной связи. Кстати, я нашел там, они поднимали руки на мои вопросы, прямо в ходе вебинара. У них не было ничего из техники, они только вот так. И вот это была цель, которую я не достиг, потому что Мирополис подвел. Сейчас, да, сейчас мы тратим время, как на то, чтобы вот такого не случалось. Чтобы вы посмотрите на следующий слайд, я сейчас не буду его пока воспроизводить, когда на экране, на экране мы видим не Мирополис, а видим красивые эффекты. Я сейчас вам их покажу. Есть разные варианты, вот я сейчас тоже показываю, это не Мирополис, когда я как докладчик что-то говорю в камеру в отдельном окошке, что-то показываю, при этом у меня остается чат, это другая платформа, другое решение, где затраты, вот разговаривали о затратах, равны 25 долларов, разовые затраты, никаких Мирополисов не надо, никаких техподдержки чужой не надо, договор заключать ни с кем не надо, где количество зрителей не ограничено, вот этот вот был мой черновик, мы его посмотрим, и вот здесь мы как раз возвращаемся к серии, да, я потратил 25 долларов, это может сделать любой, и получил платформу вещания на весь мир, надежную, записью, вы скажете, надежную, абсолютно ничего нет, да, но такого, как Мирополиси, здесь тоже нет, и все делается со своего компьютера, вот, я не знаю, находка это для вас или нет, я считаю, для нас это находка, когда мы, любой из нас может спокойно, да, конечно, не так, чтобы так, нажал на кнопку и все заработало, нет, там тоже надо учиться, в Мирополисе тоже надо уметь работать, это не просто так, тут тоже есть нюансы, которые надо знать, ну вот, но, каждый может стать лектором в онлайн безгранично, конечно, это вариант, вот тут я соглашусь, у нас здесь не будет догмы и не будет идеального варианта за исключением вашего опросника, который вы сами проголосуете и выберете анонимно ваш идеальный вариант. Вот еще один вариант, который, ну, уже, наверное, знаком вам, я делаю скриншот, делаю сообщение в прямом эфире, прямо в морпорту докладываю какое-то вот свое небольшое короткое сообщение отсюда. Я не говорю содержание, я говорю технология, любой смартфон, любой вот это, палка селфи может стать местом проведения вещания. Не вебинара еще, а вещания, а обратная связь, там тоже есть, мы ее посмотрим. Следующий пример, я вещаю, это тоже я, это все моя личная практика, презентация, ссылочка есть, вы можете посмотреть, как я делал доклад в Уфе, на научной конференции, и это тоже был мерополис, вот в чем здесь разрыв, видите, они сидят в зале, я их не вижу, это мне потом дали фотографии, контакта нет, вот в этот чат они зайти написать вопрос не могут, им надо встать, пойти, взять микрофон, за эту трибуну, или выкрикнуть из зала, а мне кто-то переведет, но я его не слышу, вот эта технология обратной связи в этом случае не была решена адекватно, и было просто одностороннее вещание, вот я рассказал, доклад сделал, он вошел в научный сборник, да, я сидел в Сочи, они сидели в Уфе, но эффекта обратной связи не получилось, технология этого организации этого не позволила, вот если я поехал бы туда, встал бы за трибуну, прочитал, а это был пленарный доклад, конечно, было бы лучше, но тогда пришлось бы тратить на это время и день. Вот еще один пример, о котором мы уже говорили с вами, наверное, знаете, это тоже имеет отношение к вебинару, вот ссылочка, если можете посмотреть, когда, когда, вебинарное общение, вот мы сейчас общаемся вживую, оно делится на две части, до вебинара и непосредственно в ходе вебинара. Этот прием, вот мы вчера тут присутствовали, Игорь Владимирович, Белянин, мы взяли как один из перспективных, вот посмотрите, какова здесь идеология, о которой я уже говорил и буду говорить. вот пришел на вебинар, слушаешь, а тебе это не нужно, ну не интересно тебе это, что делать, пока ты не придешь, не послушаешь, не узнаешь, и думаешь, таких вебинаров полно, идти или не идти, поэтому, что мы предлагаем, остается до вебинара предоклад, и ты смотришь, даже в ускоренном режиме, смотришь и думаешь, идти тебе или не идти, то есть это уже не платформа, это уже организация, но эта организация очень хорошо работает, и тут мы с вами должны ответить на вопрос, можем ли мы такие ознакомительные предоклады выделять в отдельную стадию, а дискуссию самая одна ценность послушать, посмотреть, оценить надо или нет, а второе живое общение вынести в отдельную стадию, и вот такой вот, вот такой вот, следующий элемент, как интерактивные опросы, тоже важны, тоже важны, когда мы рассматриваем любую платформу для вебинаризма, она не везде есть, вот тут Игорь присутствует, Владимир Белянин, мы пока не идеально решили, но вот этот элемент должен быть, он повышает интерактивность, различные эффекты, вот видите, кстати, мой друг, мы с ним вечером, по-моему, это было 9 мая, алкоголь не пьем, не подумайте, играем, я сижу в Сочи, он сидит в Нижнем Новгороде, мы играем, проверяем тестирование, результат вы видите, как будто мы сидим рядом за одним столом, это эффект вебинарной платформы, о которой мы тоже будем говорить, согласитесь, что это, ну, представьте, чтобы мы в галстуках, наряженные сидим, ну, это, сидеть за одним столом, находясь на расстоянии, это совершенно иное восприятие, мы говорим о психологии вебинаризма, психологии восприятия, мы сидим в торжественном месте, посмотрите, вот это студия, хотя там может быть и какой-то колонный зал, это тоже относится к элементу, который мы говорим под результатом, вот еще один такой пример, когда на экране докладчик что-то показывает, да, он находится в студии, вот мой друг из Нижнего Новгорода, сидит, проводит мероприятие тоже то, что я считаю очень интересным и перспективным и экономически по затратам, поднимали вопрос цель оправдывается, по затратам очень даже интересно, а теперь посмотрим на некоторые ролики, сейчас мы видели Мирополис, мы в нем находимся, мы видели элементы IP и телевизионного вещания, не технологии, а только примеры сами, а теперь посмотрим и оценим еще одну платформу для онлайн проведения встреч, занятий, конференций и докладов, посмотрим и сделаем вывод. Виртуальная академия это виртуальный мир для образования, здесь можно учиться, здесь можно учить, виртуальной академии есть все необходимое для проведения эффективных учебных занятий, разнообразные аудитории, интерактивные доски с набором презентационных инструментов, текстовые и звуковые коммуникации, поддержка веб-камер. Главное отличие виртуальной академии от других миров – возможность записи занятий. В виртуальной академии можно читать лекции, можно проводить семинары и обсуждения, можно делать презентации. Виртуальная академия – это мир, в котором одновременно идет множество разнообразных занятий. Обычно занятие исчезает с окончанием, и посетить прошедшее интересное занятие нельзя, но только не в виртуальной академии. Здесь можно записать любое занятие, а значит остановить время. Среди записей прошедших занятий всегда можно найти интересное и посетить его. Запись занятия можно смотреть по одному, а можно прийти с друзьями и обсудить содержание занятия. Одновременно во всех аудиториях виртуальной академии могут проходить реальные занятия или просматриваться записи занятий. И это продолжается семь дней в неделю, 24 часа в день. Добро пожаловать в виртуальный мир знаний в академии. Здесь виртуальный не только пространство, но и время. Итак, это платформа для проведения виртуальной интерактивной доски с набором презентации виртуальной академии Виктором Николаевичем Морозовым, он тоже вице-президент нашей общественной организации. У меня к вам вопрос, все ли знакомы, все ли уловили о чем тут речь, что это аватары, каждый из участников, кто там сидит, это некий аватар, облик, трехмерный, который располагается в определенной точке пространства, над которым вот здесь видна его надпись полупрозрачная фамилия, имя, отчество, то есть они там все конкретные субъекты, но не в том виде, как они существуют в реальности, они в определенной одежде, в определенный пол, они там двигаются, сидят, хлопают ладоши, эмоции выражают, все это виртуально происходит. Имеются доски для показа слайдов или даже веб-камер, видео, таких досок может быть любое количество. Вот что придумал Виктор Николаевич и его команда. В мире имеет колоссальную популярность, в России не имеет такого массового интереса, как за рубежом. Да, вот тут с аватаром нужно поработать. Здесь действительно спасибо, Татьяна Викторовна, спасибо, Татьяна Викторовна, что это определенная подготовка нужна, как микрофон, как хлопот, но школьники, со слов Виктора Николаевича, осваивают эту технологию за 10-15 минут, мне потребовалось внимательно изучить все вот это где-то час я изучал, чтобы по-настоящему разобраться, и указка лазерная там есть и прочее. У меня при этом нагревался компьютер, сильно начинал шуметь, всегда нагрузка на компьютер, тем не менее эффект необычный. Вот такая технология. Еще раз говорю, за рубежом и восточных, и в западных странах, я вижу примеры от Виктора Николаевича, применяется частенько в Испанию, в Италии, в России пока такое массовое, не заметил, но вот такая вот технология. Женщины особо долго надеваются. Вообще психология, кто участвовал, там колоссально работает, ты чувствуешь себя в другом облике, ты не похож на себя, другой, совершенно другой. Восприятие, там можно двигать камеру, приблизить камеру, разбереть лектора, презентацию, летать по вот этим аудиториям из одной в другую. Вообще, бесподобно полустроению, это тоже решение для вебинаризма. Для лингвистов, да, там образы, мы представляем себя в другой стране, вот действительно, наверное, прав, Игорь Владимирович, для иностранных языков, для информатиков, информатов, кто занимается там, как я заметил, у каждого свое задание, преподаватель видит, кто что делает, прямо вот летая между их компьютерами, досками, они на доске, все так, каждый на своей доске работает, он видит, бесподобно, много таких интересных педагогических решений, которые мы еще до конца не оценили, вот вы посмотрели пример виртуальной академии, что еще хочу вам показать, давайте посмотрим вот этот вот пример, пример, где вообще никакой платформы не применяется, вот в ускоренной записи я тренируюсь, вот я виден на экране, я транслируюсь вот сейчас, в ускоренном времени, бесконечному количеству людей, только мое лицо, подо мной чат и какая-то обратная связь, вот второй прием, я выделяю камеру на одно место, в это время показываю что-то на экране, какую-то презентацию, какой-то фильм, что угодно, повторяю, это платформа вещания IPTV без всяких ограничений, на количество участников, здесь я показываю рабочий стол, здесь я показываю скайп коллеги, то есть вот сейчас момент принципиальный, кстати, этому Игорь Владимирович научился всем этим идеям, вот здесь я могу подключить любого участника по скайпу, его будут слышать, видеть, видеть его экран, прямо вот здесь OpenSIM, ха, я наконец-то увидел тех, кто применяет симуляторы, классно, Людмила Георгиевна, я давно не встречал тех, кто тех продвинутых коллег, которые применяют симуляторы, так, ДВС, ДВС, что такое ДВС, не знаю, я вообще любитель симуляционерских решений, это здорово, ну вот в данный момент я подчеркиваю, что организатор, ведущий может подключать себе вот сколько скатин, до 25 человек можно подключить и все будут слышны, они все будут в эфире, это бесплатное решение, стоит 25 долларов только программка и все, далее, ну тут рабочий стол, вот эффект того, что я нахожусь в картинке, здесь я не просто показываю фрагменты, увеличиваю фрагмент изображений, применяю лупу, причем лупа двигается за мышкой, можно какие-то мелкие детали показывать, все это я быстренько показываю для вас в сжатом времени, это я пробовал на себе, то есть вот такое решение, без договоров, без аренды, со своего собственного компьютера, ноутбук, вот можно прям по экрану рисовать чем угодно, то есть пожалуйста тебе доска, можно делать несколько выделенных, несколько камер, несколько участников вот так вот по своим ячейкам, каждый что-то там говорит, такую дискуссию, конференцию, можно делать при определенной конечно подготовке, это я пробовал, вот пожалуйста коллеги, еще одно решение, которое может применять любой из нас, пусть не определенной небольшой подготовки, тут никакого программирования нет, двигатель, а, ДВС, да, да, но это трехмерное моделирование, вопрос, Игорь Владимирович, можно ли применять его в ходе вебинаров, ну, если как просмотр ролика, да, я согласен, согласен, ну, вот, такое вот решение, это еще раз говорю, не какая-то там специальная программа для этих вещей, они у нас и специальный курт, кстати, специальный курт разработанный тоже Игорем Владимировичем по вот освоению таких платформ. Еще один ролик, еще один ролик, который я покажу до голосования с вами, он показывает, ну, посмотрите, вы уже, наверное, видели его, он имеет отношение к вебинарам и конференциям. субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Живое общение, а не так, как я сейчас один говорю, вы там в чате что-то пишите и все. Это не общение. Вот мы вчера смотрели фильм Игоря Владимировича, который сейчас здесь нам пишет. Когда начинаешь давать слово, вот сегодня я испытал, даешь в эфире коллеге взять микрофон, взять слово, его видно. И размещаешь рядышком, не заклеиваешь ему рот этим чатом, а даешь ему слово в эфире. Возникает просто взрыв. Вот я сейчас готов к любому дать слово. По тому же Игорь, он мастер подключений. Если он скажет, увидите разницу. Это небо и земля. То, что мы видим в офлайне. Один докладывает, встает, потом кто-то задает вопрос. Ему что-то поясняют. Возникает живое общение. Вот ради чего люди едут на конференции, на тренинги, чтобы увидеть, услышать, вживую пообщаться. У нас в вебинаре этого нет. Вот здесь этого нет. Но это меняется сразу, потому что возникает некое решение, которое вы уже заметили. Я повторю еще раз. Вот, пожалуйста, когда спикер сидит перед нами, рядом появляется второй, третий, четвертый и начинает уже влачение в прямом эфире. Это умеем, это делаем, и делаем, и будем. Все. Вот тут происходит революция. Теперь я все-таки дам вам вопрос. Кто не понял, что такое Пиксабей, это фонд бесплатных изображений и видео. Он не один. В сайте тысячи, десятки тысяч качественных фотографий, изображений, которые можно использовать с одним условием. Вы не платите деньги, где-то в уголочке ссылаетесь на источник. Это считается на Западе корректным. В России мы этого не видим. Все эти фотографии вставляют без указания на ссылку. Никто в суд не подает, но это уже как-то не очень прилично. Вот в моих роликах везде, и даже музыка, даже музыка, это авторское произведение, везде есть указание ссылочка на автора. Что это не я сделал Белоножкину, вот эти фотографии. Я использовал, я ссылаюсь на них. Это все вот Пиксабей и аналогичные фонды. А теперь, уважаемые коллеги, давайте мы посмотрим этот опрос и запускаем его. Как вы видите, идеальное удаленное участие в научно-образовательных мероприятиях, таких вот как наша встреча, информационно-образовательная или научная конференция какая-то. Выберите те варианты, которые вы считаете в идеале. В идеале должны применяться вами лично. Не все, а в каком-то сочетании. Выберите и проголосуйте. Результаты будут видны всем на экране. Если у вас будут какие-то свои варианты, которых нет, вы можете их написать. И вы видите, что здесь коллеги считают нужным. Вот здесь уже ваш интерес. Все, что я говорил, это как бы была информация. А вот тут наступает стадия принятия решений. Это вам надо или нет? Надо ли это другим коллегам? Вот я голосовал уже 6 человек. Это мало до 25. Прошу ответить всех. Посмотреть общее мнение, анонимное, к чему идет тренд в научных конференциях, в образовательных мероприятиях. К чему стоит стремиться. И вот мы уже наблюдаем некую статистику. 8 человек. 8 человек. Возможно, здесь не все варианты перечислены. Возможно, есть неточность в формулировках. Возможно. Возможно, нужно было выбрать только один. Выбор только одного варианта ответов. Вот я сейчас так думаю, может быть, так надо было, чтобы увидеть главный тренд, главное желание большинства присутствующих. Но вот пока из 9 участников мы видим, что виртуальная академия не идет. Не идет почему-то виртуальная академия. Но психология... Я очень уважаю Михаила Николаевича за его колоссальную вот эту интересную находку, разработку в виртуальной встрече. Но вот мне психологически увидеть Игоря или Терегину, Татьяну Викторовну в форме какого-то другого человека, ну да, прикольно. Когда я вижу, как председатель уснул за столом, а там есть ничего не делается, полчаса, он начинает засыпать автоматически. Так устроено. То есть надо что-то шевелить его. И вот сидят в президиуме один клену, второй сидит в зале, уснул, третий стоит, он не может сесть. То есть он зашел в эту аудиторию, а как сесть он не знает. Вот он стоит, и все, и до него достучаться невозможно. Он стоит, его видно. Он может стоять даже перед лектором и стоять, как пень. Потому что он не умеет пользоваться. Такое видел. Но вот пока в виртуальной академии тяжело идет, надо что-то с ней делать. А, еще я был лысый. Да, да, Валерий Васильевич, там надо специально готовить. Вроде как дети, они, со слов Морозова, они быстро научаются. Я экспериментов не проводил, со студентами не применял животного. Вы меня спрашиваете, да как, не хочу я быть животным таким, Валерий Васильевич, не хочу быть сказочным персонажем. Я преподаю экономические, технические дисциплины, я не хочу. Но пока не готов. Не знаю. Пока не готов. Но вопрос интересный, надо подумать. А вы сами хотите быть таким животным? И вот так мы видим тренд, уже достаточно проголосовали. Самый, самый, самый сильный тренд, Игорь Васильевич, посмотри, пожалуйста, что происходит. Давать возможность брать микрофон. Вот это оказывается, действительно, самый вот такой интересный момент. Мы с Игорем часто такие вещи проводили, вот в общественной организации, профессионально-дистанционное обучение проводили. Знаете, с какой проблемой мы столкнулись, когда стали применять микрофон в студию? Людей невозможно остановить. Он дорвался, все, он как начнет, он может час говорить, он ждал этого. Ему дали слово, он сидит у себя там на даче, там у него все хорошо, тут кот ходит, тут у него чай, все, он дома. Он тем и увлечен. И вот дали ему слово, и вот он будет говорить целый час. Игорь Владимирович, ну я сразу даю тебе микрофон, включайся. У коллеги, кто хочет, кто хочет сегодня выступить здесь с нами, так, как тут, ага, вот, я включаю роль. И кто еще хочет, поднимите руку, я вас включу. Вы посмотрите разницу. Итак, 19 человек, большинство отметили живое общение. А, вот Игорь. Так, самые непопулярные варианты в виртуальной академии. Или я плохо объяснил, или еще что-то. Там эхо слышно. Так, ну я закрываю. Спасибо за ваш вопрос. Ну давайте я теперь поменяю вид. Называется он конференция. Вот посмотрите, как я поменял вид. Вот пошла незапланированная, совершенно внеплановая ситуация. Коллега захотел взять слово. Я ему тут же дал, да. Вот он сейчас у нас на экране. Что мы сейчас с вами обращаем внимание? Если я сижу на фоне синей ткани, синий или зеленый. Запомнили, да, слово синий? То Игорь Вадимирович сидит на фоне некой студии. Естественно, наиболее сообразительные поняли, что за ним такая же ткань, только зеленая. У меня синий, у него зеленый. Я раскрыл секрет полишенеля. Игорь, я тебе раскрыл. Но, кого интереснее смотреть? Меня, кстати, микрофон у меня тоже тут, не настоящий, это антураж. Я тоже себя раскрыл. Но он создает антураж. И если бы Игорь Вадимирович сидел просто на фоне стены, тумбочки, шкафа или окошка, вот за мной окошко Сошинское, наверное, было бы другое психологическое восприятие. Так, у него логотип, его центр дистанционных образовательных технологий, он любит, у него такой ствол шикарный, на самом деле, это все виртуальное, да. И он может с нами говорить. Здорово? Я думаю, да. Я думаю, да. Мы его еще послушаем. Так, не преподы. Не хочу пробовать, не очень. А, вы про виртуальную академию. Ну, понятно. Так, Игорь Владимирович, давай-ка мы спросим тебя, попросим что-нибудь сказать, тебя хоть слышно или нет. Алло, алло. Здорово, я слышно. Слышно. Ну, я специально включал микрофон, чтобы эхо подавить. Все-таки у Мерополиса достаточно такие комитивные сервисы, я давно уже пользуюсь, смотрю. Не нравится мне. Но, с другой стороны, вот видишь, даже меня вот сейчас они взяли и сжали, я хотя пытался сделать настройки, чтобы я был на 16, на 9. Меня все равно сжали до 4, на 3, хотя я даже настройки поставил. То есть, я всегда на всех курсах повышения квалификации говорил, что Мерополис – это очень самый отставый сервис. Это я 5 лет или 7 лет говорил. Что касается самого проведения вот этого мероприятия, нет. Ну, почему бы нет? Я не зря же вот в самом начале опроса ты сказал, что самая главная цель, потом уже начинается функционал, потом уже цена. Я ответил – нет. Но вопрос это чисто философский. По одной простой причине, что бывает так, что у тебя уже имеется инструмент, у тебя уже имеется функционал, и тогда ты уже под этот функционал начинаешь искать другую цель. Вот только это я и не согласился. А, коллеги, здесь начинается дискуссия. Обратите внимание, вот вы все слушаете, да? Игорь Владимирович вначале не согласился. Вы сказали – да, главная цель, а он написал – нет. И вот теперь начинается, как говорят сценаристы, точка поворота. То я все пел один, а вот появился второй. У него другое мнение, он переворачивает ситуацию в другую. Это нормальный дискусс, особенно среди ученых, среди преподавателей. Если кто-то из вас захочет подключиться, поднимите руку, я вам включу такой микрофон, без проблем. Например, Татьяна Викторовна. Это чисто для показа, для иллюстрации, если кто-то не видел. А вот теперь, коллеги, момент не технический, а идеологический. Когда вы проводите дискуссии модератором, руководителем панельной дискуссии, вот здесь уже не технологии, а логика ведущего должна быть на высоте. Я часто видел, как увлекаются, не могут остановить. Скажите, пожалуйста, если вам интересно, то, чтобы я здесь поспорил бы с Игорем Владимировым, подискутировал, о Борис Михайлович, профессор Московский дорожный институт. Приветствую вас, тоже можете подключиться. Ваше фото очень популярно оказалось в нашей группе, где вы проверяете контрольные работы по теоретической механике, сидя в Сапсане. Это было здорово. Коллеги, можно я с вашего разрешения задам пару вопросов Игорю Владимировичу? Или мне лучше вернуться к моей презентации? Я хочу ваше мнение услышать. Я с вашим молчаливым согласием скажу. Игорь Владимирович, ты проводил конференции, мероприятия в BigBlueButton, платформу, open meeting. Есть такие решения. Наши коллеги гуманитарии далеко не все знают, что это такое. Коллеги, это нормально. Но я хочу вопрос тебе задать, раз ты вышел в прямой эфир, я очень рад, что ты. Ты чувствуешь сам, что прежние решения, которые были у нас в руках, меркнут по отношению к результату, к эффекту, по сравнению с теми решениями, которые начал делать ты. Я продолжил, пошел за тобой. Это студия, это визуальная подача мощная, вот как ты сейчас делаешь. Это прямой эфир, это уход от вот этого несимпатичного дизайна, который есть в мерополисе. Отсталый дизайн. Да, он применяется, но он психологически не так воспринимается, как то, что делаешь ты там. Вообще революция, телевизионный эффект. Так что важнее, держаться за средства или идти к цели, к результату? Ты потратил, я знаю, деньги на закупку оборудования. Ты потратил деньги на программное обеспечение. Но я у тебя выяснил, коллеги, делюсь его секретом. Они дешевле, чем аренда вот этого мерополиса. Да, Игорь? Они экономически по затратам ниже, чем годовая эксплуатация мерополиса до 100 человек. Там есть разные тарифы. До 100 человек. Вот здесь сейчас у меня до 100. У него по его технологии не ограничено, а по стоимости ниже. Фактически ответил на твой вопрос. Но я твое нет, а спариваю. Да, у тебя главное на первом месте не деньги, не фишки-функционал, а результат. Ты к нему идешь. Согласен? И по деньгам выгоднее, и по эффекту. Ну да, согласен я с тобой, Юрий Николаевич. Я вот включил микрофон. Говорю, согласен, в принципе. У меня всегда бывает другая цель. Сделать лучше, чем у всех. Это как бы кредо нашего вуза. Это кредо, соответственно, того центра, которым я руковожу. Когда они приходят и говорят, мы хотим решить такую-то задачу, мы хотим ее сделать такими-то методами. А это уже у кого-то было? Да, было. Значит, нам не подходит. Мы будем искать свое решение, которое должно быть обязательно лучше, чем у других. Ну, так называется перфекционизм. Я, конечно, не увлекаюсь, но что делать? Вот такой человек. Коллеги, я не знаю, как вы среагируете. Я уже третий секрет выдаю от моего френда. Когда он мне написал, что одним из условий реализации, как это называется, региональный опорный вуз, да, статус. Одним из условий финансирования такого вот статуса является амбициозность исполнителя проекта. И он мне сказал, я считаю, вот такие вот вебинарные решения, IP решения, да, это амбициозное решение достойного такого вот университета, а не применение Мирополиса или что там еще у нас других платформ. Я, кстати, не все показал, но еще есть немножко времени, я их покажу. Вот, коллеги, я раскрываю вам секрет. Амбициозность, ориентированность на суперэффект, на суперрезультат. Игорь Владимирович, скажи, пожалуйста, что в Мирополисе тебе еще не нравится, кроме цены? Вот конкретно, вот видишь, мы сидим, нас видно, 23 человека. Алло, я специально отключаю микрофон, чтобы не было эхо. Алло, да? То есть, вот тебе, пожалуйста, прямо первый недостаток в лицо. Работает два микрофона, идет эхо. Это мне не нравится. Второй недостаток, что мне не нравится. Для того, чтобы это посмотреть на смартфоне, на планшете, мне нужно поставить специальное приложение, которое работает через веб-процессе. Но вот мне оно тоже не нравится. Почему? Потому что мое решение, я сейчас могу, я уже написал, просто пропустил. Я могу транслировать все это, вот то, что мы сейчас с тобой говорим, да? Я сейчас запущу запись, она будет у меня одновременно прямо на моем диске. Я еще одновременно эту запись затранслирую на Facebook и на YouTube. В хорошем разрешении, все как положено и так далее, и так далее. Вот это мне уже не нравится. Что касается, ты сказал, что я испробовал разные решения, ты там вспомнил про Big Blue Button, Open Meetings. Это, в общем-то, эволюция, которая происходила в моих мозгах, собственно говоря. Начинали мы с более простого решения, это называлось Lotus Notus. И у нас была закуплена эта платформа для института, она у нас стояла, работала. Ей пользовалось, так, два человека. Я и, соответственно, у нас проектор по образованию дистанционному. Ну все, если у тебя время, я больше не мешаю, потому что там ты хотел еще про Dream Study рассказать. Это тоже интересный проект, он действительно заслуживает внимания. Татьяна Витальевна, спасибо, я, кажется, микрофон отключил. Я сейчас, как модератор, попросил Игоря сделать паузу, а показываю то решение, которое, я считаю, тоже просто революционным. Павел Сысоев, Dream Study, он для нас, для нашего портала, он наш партнер официальный, дал вот такую возможность. Посмотрите, я вот авторизовался, вебинаров нет, у меня, я говорю, как преподаватель, как любой из вас. Есть магазин, есть разные мероприятия, я сейчас показываю, как делается вебинар. Вот я тут же выбираю или конференция, или вебинар, и моментально появляется название вебинара нужно опубликовать. Какие-то настройки, свободный вход, не буду показывать, а сейчас, это не сложно, это дело техники, а сейчас я включу конференцию моментальную. Все, коллеги, вот я сейчас включил режим конференции, в ходе которого я могу здесь включить свое видео, но оно уже занято тут. Тут будут видны, сразу скажу, все участники, вот здесь будут видны, спикер крупнее, остальные маленькими шевелящимися миниатюрками, вот рисую, вот так вот, коляво. Здесь внизу они тоже будут видны одновременно. Можно показывать презентации, или видео, или показывать экран, или проводить опрос совершенно легко. Вот и все. Запись осуществляется, трансляция в Facebook, YouTube осуществляется, задержки со звуком нет. Что еще? Ну, идеально, просто идеально. Да еще и на разные функции. Еще одна платформа, webinar.ru. Хорошо ее знаю, вот она так работает. Тарифы не называю, скажу сразу, что мне в ней не нравится. Мне не нравится. Вот тут мои записи уже проводились. Кто-то из вас, возможно, присутствовал. Так, проводили, проводили. Мне не нравится в ней то, что видеокамера, веб-камера, которая показывает ведущего, она накладывается на слайдинг. Не нравится. Вот это вот вебинар, который мы провели. Здесь история чата. Вот мы сейчас посматриваем запись. У этой платформы имеется еще такой лендинг. Вот мы видим это страшное сообщение, что нужно включить флеш-плеер. Но на смартфоне этого не получится. То есть про смартфон нужно забыть для этого решения. Но если разрешить флеш, который опасен, да? Уже мы знаем, если не знаете, знайте, что в этом флеше нашли угрозу. И вот мы видим запись со звуком. Я звук не включаю. Вот эти камеры, вот эти камеры накладываются на слайды. Это плохо. Это недостаток. И что еще я хочу отметить, что в этой платформе я столкнулся с ужасной ситуацией. Когда в конце я пропал. Это катастрофа. Я не знал, что мне делать. Звонить в техподдержку. Вот эта запись показывает. Вот они говорят, а у меня вырубился звук. Просто исчез. Появился на последней секунде просто сам сам. Ну все, коллеги. Я буду подробно рассказывать. Это webinar.ru И туториум. И туториум есть такая хорошая платформа, про которую я говорил, что у меня много нервов попила. Когда люди приходят, половина идет нормально, а потом начинается катастрофа. Ну вот и у меня в конце тоже звук пропадает. Вот эта платформа. И Мирополис пропадает. Так, коллеги, давайте-ка, наверное, я в заключении отвечу на вопросы. Потому что тут можно говорить. Вот я сейчас сюда войду. Там тоже моих штук 20 вебинаров я провел на и туториуме. У них есть интеграция с Moodle. У них неплохие тарифы относительно. Но у них есть крупный минус. Можно вещать только одну камеру. Один говорит, больше никакого второго или большего участника там не будет. Так вот, мои вебинары. Так, я не вижу прошедшие. А, вот прошедшие вебинары. 20 штук. Можно тоже посмотреть. Мы проводили, активно применяли. Но намучились просто невероятно. Невероятно. Вы скажете, а что я рекомендую по надежности? Где тут можно смотреть? А, смотреть запись. То, что рекомендую по надежности, самое надежное, то, что работает стабильно, надежно, не прерываясь, без помех, это вот IPTV, то, что Игорь Владимирович применяет. Вот такая вот запись. Так, про IPTV я чуть-чуть рассказал. Решений несколько. У нас есть специальный онлайн-курс. Вы в рассылочке получите приглашение именно по вебинаризму. На основе IP-телевизионных вот этих эффектов. А теперь я отвечу на вопросы. TrueConf. Так. Давно я им не пользовался. Мне нужно просто глянуть. Вспомнить, что это такое. И я отвечу. Видеоконференция. Ultra HD. Интересно. Вы не подумайте, что я сейчас буду тратить ваше время. Просто этих платформ очень много. Так. Смотрю сразу на цены. Я всегда смотрю на цены. Так. TrueConf. Бесплатно до 9, до 120 участников. Вот. Это интересно. Это очень интересно. Так. Дальше. TrueConf. 23 тысячи рублей в год. До 36. Нет. А. До 30. Да. Да. Это хорошо. 250. Интересно. До миллиона трансляций зрителей. Трансляция. Это ерунда. До 250. Это хорошо. От 23 тысячи в год. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Я всегда смотрю на это. Так. 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 Труконов. Если я его не применяю или не помню, значит что-то мне в нем не понравилось. Я запоминаю то, что или применяю, или... А. Вот. Вот. Так. Шлюзы. До 50. Так. 100. 100. 100. 100. 170 тысяч. Дороговато. Дороговато. Пожалуй, дороговато у вас займа. Людмила Георгиевна. Надо посмотреть. По качеству может быть суперское. Но есть альтернативное, которое дешевле. МОН, да, для смартфона не видел, но вебинар поменяет министерство. Но с дефектом. Изображение накладывается на презентацию. Ну, я не понимаю. Ну, как это? Дальше. Больше вопросов я не вижу. Уважаемые коллеги, пожалуй, я не буду больше вас отвлекать. Но я хочу вернуться с вами к тому начальному слайду, к которому мы говорили о оценке качества. Да. Ну, вот смотрите, какие эффекты. Это все можно менять прямо в ходе трансляции в живую. Итак, уважаемые коллеги, есть разные платформы. С разной целью, с разными функциями. Если говорить о достигаемой цели, как совокупности, вот то, что вы проголосовали, эмоционального, живого подключения, живого взаимодействия, ищите те решения, где можно быстро, без помер, без эха, вот, вы слышали, да, без всяких настроек, моментально дать любому микрофон. Микрофон взяли, как обычно. Далее. Ищите такое, чтобы оно было эстетичным, захватывающим. Весь мир, да и наука тоже, средства массовой информации особенно, борются за внимание, за эмоциональное отношение. Человек хочет переживать эмоционально, а не просто смотреть говорящую голову. Он хочет участвовать в этом. Ищите такие решения. По деньгам. Спасибо. Вот Игорь Владимирович понял меня. Замучусь. Я не инженер. Я, конечно, могу сесть за настройки, за литературу, то есть иностранную, но мне там будет очень долгое время, это деньги. Спасибо, что помог. Валерий Иванович. Программа Мэникам. Вот я ее сейчас использую. Мэникам. Стоит 24 доллара. Коллеги, я о ней тоже говорил. Ну, просто, просто невероятное решение. Я сейчас даже продемонстрирую немножко его. Где есть масса эффектов, про которые я даже не подозревал. И когда увидел в блокшоке, можно транслировать в YouTube, можно в Facebook. Но что-то одно. Сейчас я покажу. Вот видите, микрофон здесь добавлен. Его нет. Это виртуальная картинка. Чисто для антуража. Так, не вижу, что-то на Мэникам. А, вот оно. Можно менять фон сзади себя. Вот я сейчас включу. Вот видите, какую-то картинку, логотип компании. Ну, не очень четко. Ну, вот такой вот. Могу разные эффекты применять. Добавить картинка в картинке. Показывать рабочий стол. И все это транслировать тут же в интернет онлайв. Бесик. Называется Мэникам. Вот она, эта картинка. Тут куча разных эффектов. Можно себе рога нацепить. Очки, усы приклеить. Все это будет шевелиться. Включить хромакей. Вот я сейчас его включу. Только он не настроен. В хромакей сижу я. Видите, садный фон. Выключить масса возможностей. Спасибо за ответ, за вопрос про Мэникам. Ну что, друзья, пожалуй, что не видим. Вы не видите? А, извините, извините, извините. Я возвращаюсь. Коллеги, вот покажу еще раз мой экран. Вот. Вот эта программка Мэникам. Вот я включаю себе, выключаю логотипчик, меняю. Вот он, видите, появляется. Вот тут разные эффекты. Можно эти эффекты включать, выключать, показывать, включать хромакей. У меня сейчас ткань не совсем готова, но вот такие разные варианты. Можно сзади себя показывать. Или зеленую ткань. хитрые плейлисты. Хитрые. Вот они. Хитрые показываются, пока они сейчас пустыни заполнены. И масса эффектов. Программа рассчитана на детей, буквально. Взрослым ее освоить очень легко. Применять легко. И трансляцию наладить в эфир с помощью такой программы очень легко, уверяю вас. Единственное, что я выявил секрет, который я раскрываю подробно в нашем платном онлайн курсе. Здесь скажу для вас этот секрет. Будет задержка звука. Для этого нужна любая дешевая внешняя звуковая карта. Она начинается где-то от 400 рублей, доходит до 200 тысяч. Она снимает проблему задержки звука. То есть говоришь, а звук задерживается. Это я уже опытным путем делаю. Еще какие вопросы, коллеги? Задавайте вопросы. Мы посмотрели и туториум. Если кому нужно детально, вот в конце скажу, детально про DreamStady, про какие-то там, вот, и туториум рассказать, плюсы-минусы. Я расскажу. Но вот еще раз повторяю. Все хорошо и туториуме минус только один участник. Второго уже не подключишь. Если это вебинар точка ру все хорошо, но слайды закрываются в видеокартинке. Еще и звук пропадает. Мирополис все хорошо, звук начинает иногда пропадать. Я полагаю, и за перегрузки на серверах Мирополис. У меня все на сегодня, дорогие коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши вопросы. Вы все получите рассылку с записью на наш вебинар. Где батл? Спасибо. Итак, коллеги, батл показываю на экране. Батл по-русски сражения. Вот эти результаты вашего опроса показывают итоги нашего сегодняшнего батла. Я сейчас его снова покажу. Победила та платформа, которая дает возможность живого общения, такое, какое было сегодня с Игорем Владимировичем. Победила та платформа, которая дает возможность видеть этого участника. В красивом таком победила та, проиграли те платформы, которые этого не дают, где идет монолог или только один чат. Мы записи рассылаем Тамаре Ивановне. Мы дадим вам еще дополнительную информацию по нашим решениям в сфере видео. И победил организационный момент использования записей в формате предоклада, чтобы посмотреть заранее о чем идет речь. Спасибо вам за внимание. Приходите к нам еще. Мы всегда будем рады вас видеть. Проводите вы вебинары или не проводите. Надеюсь, вы получили интересную информацию, как в онлайн встречах обеспечить эмоциональный подъем и высокий результат. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо.